Мы продолжаем новый цикл занятий сейчас. Раньше мы шли по схеме Нер Митсва в Тора Ор. Значит, что заповедь это как свеча, Тора это как свет и Дер Ах Хаим Тохот Мусар и путь к жизни это нравственное исправление. Год мы шли по этой схеме, уже как бы продвинулись очень сильно во всех трех направлениях. А сейчас идем по другой схеме. Написано тоже в Мишле, что это не в Мишле написано, написано в Перте вот это сказано, что Дер Ах Хэрец Кадма Ли Тора. Дер Ах Хэрец она была раньше, чем Тора. Что значит раньше, чем Тора? То есть вот качество, правильные качества человека, они до того, как была получена Тора. То есть были вначале про отцы, они были, первая книга Баришит, она нас учит, вот что для человека правильно, как правильно жить, а потом уже даны заповеди. Они знали все Тора, это, ну отдельно как бы, да, то что они поднялись на такую высочайшую высоту развития, что они понимали, как правильно служить Богу еще до получения заповедей. Но как бы для самого человека самое главное в первую очередь быть человеком, а потом уже, потом уже, ну как нельзя сказать, потом уже, да, когда уже была дарована Тора, когда уже есть заповедь, да, когда Бог уже сказал конкретно, что делать, то, конечно, в первую очередь надо делать, да, оно, вот этот вот, как правильно жить, оно очень важно. И вот мы изучаем для этого, как правильно жить, мы изучаем книгу Шлома Амела, от царя Соломона, он был самый мудрый из людей. Книга называется «Мишли», «Притчи» так переводят на русский язык, «Машали», «Примеры», которые он приводил. Значит, и мы ее изучаем, как бы идем не по порядку, идем просто по дням, очень удобно идти, потому что там 31 глава, в притчах 31 глава и 31 день в месяц. Сегодня у нас какое число? Двадцать второе. Значит, сегодня мы читаем двадцать вторую главу, и так можно каждый день, изучая по одной главе, за месяц заканчивать полностью всю книгу. Какая-то, он говорил, да, и поделка, что тот, кто изучает Мишля, это будет, что… Это уже пошли, вот так вот появилась потом устная Тора. Значит, было, было так. Это я, когда рассказывал, как я, как я это узнал, как я начал изучать Мишли, я рассказывал, что, что, значит, было так, было дело так. Значит, в одной из книг, в одной из книг я прочитал, что был один парень, был один парень, который после института, в Америке, американский парень, которого после института выгоняли с девяти работ подряд. То есть он устроился на работу, был умный, талантливый, но везде его выгоняли. И он уже отчаялся, и был у него знакомый пастор, христианский пастор. И он ему говорит, я с тобой готов поспорить, поспорить на деньги, на динозал какую-то сумму, что если ты будешь год ежедневно изучать Мишли, притчи, ты через год станешь миллионером. Ну, парень этот, естественно, загорелся, потому что он думал, как, если даже я не стану миллионером, то ту сумму, которую мне пастор заплатит, уже будет тоже нормальная. И он начал изучать Мишли, притчи. Он изучал каждый день, так написано в предисловии этой книги. И через год он стал миллионером, через два года он стал мультимиллионером. И я думаю, ой, интересно, когда. Но дальше он написал книгу, как, ну, его личные уроки, что он понял, как он это применял в жизни. Но я решил, что раз я могу учить первоисточник, так я попробую. Но здесь самое сложное, самое сложное, это удержаться в ежедневном изучении. Это не так-то просто. Казалось бы, да, вот каждый день там, ну, я выдержал где-то месяца два. Потом начались перерывы. Начались, поэтому сказать, что да, нет, получится. Ну, то есть тут уже нет прямой финансовой зависимости ни в чем. Понятное дело, что это письменная Тора. Мишли – это письменная Тора. Время, которое изучаешь письменную Тору, засчитывается как изучение Торы. И, в общем-то, это такая концентрированная мудрость в жизни. И 22 глава начинается с первого такого заявления. С первой, наяврите, это называется «Пасук», «Отрывок», «Стих» еще называют это. В общем, первое предложение в 22 главе звучит так. Невхар Шем Мешер Раф. Значит, переводится так, что лучшее имя, лучшее имя человека, хорошее имя, чем богатство большое. Хорошее имя лучше, чем большое богатство. Лучше, чем серебро и чем золото, хен – это приятность хорошая. Ну, что он приятный человек такой, к нему хорошо люди относятся. Так, значит, что это значит? Давайте разберемся. Значит, это значит, что вот есть у человека деньги, много денег. Во-первых, много денег, когда у него есть, ну, в принципе, это хорошо, казалось бы, да? Когда у него есть много денег, это хорошо. Но вместе с деньгами к нему приходит множество дополнительных сложностей и проблем в виде налоговой, в виде, там, людей, которые у него все начинают просить, и если он не дает, у него на него обижаются. Это, знаете, анекдот, это мы в той предыдущей главе учили, что имущество отдает очень много сразу близких. Сразу спросите, много близких, и, так, я вспомнил анекдот, что Вася из Нижнего Тадила никогда не знал, сколько у него близких родственников и друзей, пока не купил виллу на Канарах. Тут у него сразу все друзья, родственники, вот. Так вот, значит, когда появляется у человека деньги, у него появляется сразу много людей, которые хотят у него эти деньги получить. У него вроде бы вокруг движение, но достаточно опасное движение для него. Ну, иногда. Говорят, сперте, вот написано, что «марбе не хасим, марбе да ага». Умножаешь имущество, умножаешь заботу. То есть ты тут же должен все время бояться, где, как, куда, куда вложить, как не потерять, ну и так далее. Значит, но, тем не менее, деньги – это удовлетворение первичных потребностей. Есть потребности у человека, это физиологические потребности, потом идут потребности в безопасности, там, жилье. Что это? Вроде бы, как бы, первые уровни удовлетворены, дальше идет потребность в самой, не в самореализации, а в почете, в уважении, в признании. А Шлома Меллах нам царь Соломон сказал прямо, в 22 главе вначале. Он говорит, лучше имя, чем богатство, потому что кто-то, у кого есть имя хорошее, к нему и так прислушивается. Человек, у которого есть, что значит имя, его знают, то есть, что значит его знают, к нему прислушиваются. Как то, что богатый, он зарабатывает через деньги, чтобы его признавали, чтобы, ну, было какое-то уважение. То человек, которого знают, у него есть имя, он и так, о, там, его все узнают. А богатый человек, его не факт, узнают или не узнают. Он хочет, чтобы его знали, он приезжает на Бентли таком, все. А тут мимо такой, опа, Мустафа Нейман на велосипеде. И все про этого на Бентли забыли, а все, за Мустафой все побежали. Или там не Мустафа, а Василий Сафролова. Это вообще-то, да, какое там Бентли, какое там богатство, все, Василий Сафролова, ну, там, например. Хорошо, значит, почему еще лучше имя, чем богатство? Богатство, оно во мне человека. Его, его у него нету, вот в нем богатства нету. Богатство, оно где-то находится, закопано, в банте лежит, на счету там. А имя, оно, оно, как бы привязано к человеку. То есть, у него уже очень сложно оторвать от человека его имя. Дальше. А что такое приятность от людей, лучше, чем серебро и золото? Здесь он объясняет чуть другую сторону. Что такое серебро и золото? Люди договорились между собой меняться. И чтобы им было удобно меняться. Они сказали, вот серебро это монета определенная, и золото это определенная монета. То есть, не просто там по стоимости металла, а там, ну, в общем, они как-то его договорились, что золото ценится больше, чем серебро. Хотя, в принципе, могли договориться, что серебро ценится больше, чем золото. Как договоримся, так и будет. То есть, по большому счету, это все вопрос договоренности между людьми. И, ну, все-таки договорились, что серебро и золото это будет разменная такая валюта. А почему приятность лучше, чем эта разменная валюта? Значит, деньги дают люди. Ну, то есть, ты хочешь, например, ну, как бы менять. Это не богатство, это просто еще деньги. И приятность это в глазах людей тоже. Это то, как к тебе относятся люди. Так, если человек может, например, ну, зачем нужны деньги? Ну, это можно взятки давать. Можно там договариваться, откаты, вот эти все. А можно просто в хорошие отношения, и тебе помогут. То есть, как он говорит, лучше хорошее отношение и имя, потому что это относится больше к человеку, чем богатство, которое имеет, ну, обратную сторону. Так он нам посоветовал. К чему стремиться? К хорошему имени и к тому, чтобы люди тебя любили. В Кирте вот написано, что, значит, Кольше Руах обреет Ноах и Мена, Руах Амаком Ноах и Мена. То есть, каждый, что люди им довольны, люди к нему хорошо относятся, значит, и бог им доволен, да. А каждый, кем люди не довольны, и бог им не доволен. И рано или поздно оно где-то как-то быстрее, ну, нехорошо для человека, да. Дальше. А, как это использовать? Давайте подумаем. Я сегодня думал, что начать добавлять к изучению некие такие, ну, как идеи, размышления, как это можно использовать, как можно использовать. Например, ну, вообще, гнаться за именем в традиции Торы нельзя. И дальше прямо написано, что самое главное, это качество у человека, это скромность. А как же тогда совместить это, да, то есть человек, с одной стороны, он знает, что если он будет делать добрые дела, так ему будет хорошее имя. С другой стороны, он должен стремиться быть скромным. Очень сложная ситуация. Рассказывает анекдот такой, что пришел один человек к Хветскаиму, был такой великий мудрец. Ему говорят, вот смотрите, написано, Тора насучит, что Ародев Ахрейковод, тот, кто гонится за почетом, гонится за почетом, почет от него убегает. А тот, кто убегает от почета, почет гонится за ним. Он говорит, я уже много лет убегаю от почета. Говорит, что-то я никак не заметил, что почет за мной гонится. Говорит, что-то никак, я не, ну вот, говорит, несоответствие. Хветскаим говорит, так ты же понимаешь, что ты от него убегаешь, но ты все время к нему лицом. Ты же смотришь, когда же он за тобой добежит. То есть это не считается. То есть нужно убегать, но не смотреть. И вторая, как бы, сторона этого, ну, нюанса, да. Но опять же, это все в религиозном мире, где ценится очень сильно скромность. Один еврей такой, ну, простой, встречает на улице знакомого и говорит, ты знаешь, говорит, удивительное дело, люди ко мне приходят, задают вопросы разные, просят благословения. А я, говорит же, я же, ну, не праведник, не цадик, не талныт хахам, не мудрец. Я, говорит, все отказываюсь, благословения не даю, на вопросы не отвечаю. Так они, чем я больше отказываюсь, тем они больше ко мне приходят, и уже там очереди стоят, что я только благословение сказал какое-то, это самое. Кто-то ему говорит, смотри, говорит, я тебе дам хороший совет, значит, выйди в синагоги в субботу, куда все соберутся, и скажи, что я не мудрец, я не цадик, не ходите ко мне. Он говорит, хорошо, значит, встречаться не после субботы. Он ему говорит, что ты мне засоветовал вообще? Я вышел, сказал, как ты мне посоветовал. А ко мне теперь начали с других городов ездить, что это такой вообще человек, который вообще, ну, то есть, убегает от почета и все. Он говорит, так тогда давай сделаем, ну, от обратного. Ты, значит, выйди на следующий шаббат, скажи, я все знаю, я сейчас всех буду благословлять, я там великим праведник, приходите ко мне. Он говорит, не могу, так сказать не могу. Он говорит, почему? Он говорит, ну, я хоть и не праведник, но я не могу врать. Я же, да, на самом деле не праведник. Говорит, врат, я не могу. Ну, в общем, вот такая вот история была. Так как же быть тогда, что лучше имя хорошее, чем богатство? Тогда можно идти от обратного. То есть, не гнаться за именем, а делать так, чтобы никто не мог про тебя сказать ничего плохого. Вот, и как бы не делать специально, чтобы тебя знали, а делать так, чтобы, перед тем, вот нам говорит, что какой путь выбери человек, там, чтобы путь был хороший в твоих глазах, чтобы тебе было это очень, ну, правильно, удобно для себя. И коль шей, эльзы дырак, ешараши ворду адам, коль шей, тиферет лео сэй, тиферет лео мина адам. Значит, путь надо выбрать такой, чтобы было тебе хорошо, и чтобы людям было хорошо. Это как Стивен Кови говорил, вин-вин, должно быть вин-вин всегда. Только по этому принципу надо... Слушай, нас учит про тебя вот так, как Стивен Кови говорит, а ты говоришь нереально. Значит... Не, ну, мы же не конкретно, чтобы всем нравиться. Так, еще раз, нам говорят вот именно так. Значит, коль шей, тиферет лео сэй, должно быть тебе хорошо, и хорошо от людей. Значит, и там дальше объясняется, что... Истакель бешлуша дворим, вэна табаля дэ вера. Посмотри на три вещи, и ты не придешь к преступлению. Знай. Мали-маламинка, что сверху тебя? Айн-руа, глаз смотрит, в озен шумаат, ухо слышит. Вы коль ма асэхали, сэферет нехтавим. И все твои дела записываются к ним. То есть, все смотрят. И тут очень это, конечно, такая штука не... Не простая. Потому что, если представишь, что все там записывается, а потом человек умирает, и все показывается. Представляете? А там родственники собираются все, которые... Представляете, зрительный зал показывает твою жизнь. Значит, фильм... О, новенького привели. Ну, давай посмотрим, типа, чем занимался. Да, мол, вообще. И показывает именно самые вот такие поступки, которые... Вот ему реально стыдно. Вот это вообще, да? И... Но... Но... Чему нас учит Тора? Тора нас учит тому, что всегда можно сделать шву. Всегда можно раскаяться. Когда ты раскаиваешься, то эти вот куски фильма вырезаются. Ну, ты раскаялся. И они стираются, потому что... Слава Богу. Так интересно рассказывает историю, что один умер. Один умер. И он приходит туда, показывает его фильм. А он сделал шву. Но показывает фильм о жизни, и там вместо тех кусков, где он делал грешил, там делался, где дева, такие плохие. Вместо этих кусков показывают, наоборот, куски, как он там делал заповеди, ну, всем помогал. Он говорит, секундочку, говорит, куда я попал? Это что, мир истины? Это что, мир правды? Я знаю, что, да, я сделал шву, но я всех вот этих лечеб, которые показывают, хороших, я не делал. То есть, ладно бы, так говорят, что есть два вида швы, два вида раскаяния. Есть раскаяние и страха. Когда человек боится наказания, и он раскаивается, ему стирается. Действительно, он, когда он грешил, вначале он грешил в мыслях, потом он, это все приходило в действие. Но если он в мыслях исправил, и потом еще сам страдает внутри, он говорит, зачем я это делал вообще, как я мог вообще так? И потом он еще перестает это делать. То есть, он по-настоящему корень исправил, ему прощается. А есть раскаяние из любви. Когда он любит Бога, и когда он какой-то, я мало видел людей, которые раскаялись из любви, поэтому я не могу представить, как у него идет ход мысли. Лично, ну, я знаю, что я лично сам, и большинство всех, кого я знаю, раскаивается, к сожалению, только в моменты проблемы, сложности. Вот тогда очень легко сразу обратить, как тревога, так до Бога. Да, это всегда, как бы, ну, такая народная мудрость. А как только все хорошо, хух, разрулили, ну, нормально. Дальше я сам. Спасибо. Значит, значит, так вот, не вхар-шем-мио-шер-а-раф. Имя хорошее, оно лучше, чем богатство. Можно идти от обратного, то есть, стараться не делать, как минимум, такие дела, за которые потом люди могут на тебя злиться и будут думать про тебя плохо. Конкретно. Не говорит лошон-ара. За глаза нельзя говорить ни про кого гадости, потому что человек, который говорит про других за глаза плохо, он сразу себе портит имя. То есть, это моментально. Он думает, что он выигрывает, на самом деле он проигрывает. Те люди, которые его слушают, они тут же ставят внутри галочку, что этот человек, он точно так же будет говорить про них. То есть, если хорошее имя, это не говорит про других плохо. Даже и не подхватывать эти все разговоры, все. Это минимальное действие для того, чтобы быть человеком с хорошим именем. Потому что лошон-ара – это отдельно одна из самых плохих вещей, злоязычьих. И тогда придет приятность в глазах других людей. Чтобы заработать приятность в глазах других людей, самый простой способ – это делать людям неожиданные приятные вещи. Кому здороваться первым, например, рассказывать известную историю, как один был… В общем, была история такая. В Аргентину поехала группа раввинов на мясокомбинат. Там делали кошерное мясо. И надо было проверить холодильники, условия охранения, чтобы там, ну, чтобы все было кошерное. И приехала группа раввинов туда, обсматривали этот мясокомбинат. Проходили несколько дней. Проходили они все-все цеха, все разделочные цеха. Все смотрели, все проверяли. И, значит, в один из дней, к тому же они, это был последний день, это делегация. Они, значит, уходят. И тут сторож говорит, а у вас одного не хватает. Они говорят, как не хватает. Начали смотреть, действительно, одного там 60-летнего раввина не хватает с ним. Начали его искать, все. Оказалось, что у него начался сердечный приступ. И он упал, там, в одном из холодильников упал, значит, и вы не заметили, что он упал. И если бы его не нашли, он бы замерз бы и умер бы. Да, сердечный приступ, плюс холодильник, и все. Значит, начали этого сторожа спрашивать, как-то, ну, как ты обратил внимание, потому что, ну, все примерно одинаковые, с бородами выглядят одинаково. Как ты обратил внимание? А он говорит, вы знаете, говорит, вы здесь три дня, он единственный со мной здоровался. Он единственный мне говорил, здрасте, я, ну, как бы уже привык, что со мной здоровается, прощается, и тут вы все проходите, а у него нет. Я обратил внимание. Это как вот хорошее имя, приятное в глазах других людей, даже спасает от смерти. Да, потому что, и этот поступок, он, наверное, выучил, был такой, Рабь Йоханнен бен Закай, который один из самых великих мудрецов. Так написано, что никто ему не успевал первый сказать здрасте, он всегда первый здоровался. И Гелель такой был, и Рабь Йоханнен бен Закай такой был, то есть, и Рабь Зильбер такой был, очень вежливый со всеми. Он, ты что, вообще, любой человек, самый простой, он всегда, здрасте, как дела, как это самое, то есть, очень был со всеми, со всеми, был в прекрасных, добрых отношениях. Хорошо. Дальше, второй, второй отрывок. Значит, второй отрывок такой. Ашир в Ираш, не в Гешу, а секулям адейдам. Значит, богатый и бедный встретились, делает всех Бог. Что имеется в виду? Значит, имеется в виду, что люди в основном в этом мире, они гонятся за богатством. Гонятся за богатством, гонятся за деньгами. Ну, и это понятно. Так работает этот мир, как бы простая, понятная иерархия, да, то есть, ты, там, имеешь столько-то, у тебя такое-то отношение, имеешь столько-то, такое-то. И очень в западном мире, ну, везде оно все достаточно структурировано и понятно. Классовое общество, хотя уже нету там, каст, нету, как в Индии. Но есть средний класс, есть районы, где ты живешь, то есть, и люди стремятся лезть вот по этой лестнице, думают, что в этом есть смысл жизни. Хотя лестница, в принципе, бесконечная. Если посмотреть на обитателей верхних этажей, куда все стремятся, то у них счастья в жизни не больше, чем у обитателей нижних этажей. А голландские ученые говорят, что даже меньше. Потому что деньги, они приносят удовольствие до рубежа, я видел такое исследование, что до 10 тысяч долларов в месяц это яркое изменение. Ну, каждое добавление идет до... Ну, как бы, оно приносит человеку новые какие-то ощущения, новые удовольствия. После 10 тысяч долларов в месяц, сказали голландские ученые, примерно все одно и то же. То есть, уже у тебя есть... И качество меняется уже незначительно. То есть, большой скачок, когда у тебя не было машины, когда ты собираешься с автобуса. Яхта, говорят, что в жизни покупателя яхты есть два счастливых дня. Когда ты ее купил и когда продаешь. попадала в сложности и так далее. но нам объясняет, Шлом Амелак объясняет более глубокую вещь. Он нам объясняет такую вещь, что всех делает Бог. То есть, деньги, это такой аспект, который в основном зависит от Бога. И правильный путь, он стремится не к деньгам, а стремится к тому, о чем он говорил в предыдущем, по сути. То есть, расставить правильно приоритеты. Доброе имя лучше, чем богатство. Но никто не сказал, что доброе имя хорошо, а богатство плохо. Нет. Если правильно расставлены приоритеты, что ты стремишься к доброму имени и на втором месте у тебя богатство, ничего плохого. Если Бог решит дать богатство, Он дает. Если ты стремишься быть хорошим с людьми и параллельно ты на этом еще зарабатываешь серебро и золото, тоже ничего. Но стремиться это должен быть к хорошим отношениям с людьми. Говорят, что самый богатый человек того времени, на востоке, был Йов. Йов. В Талмуде рассказывается, что секрет Йова, был у Йова секрет. Он всегда насыпал с горкой. То есть, он всегда оставлял немного денег больше, когда что-то покупал. И когда у него покупали, он давал небольшую скидку, чтобы человеку было приятно. То есть, он очень четко вкладывал в то, чтобы было у него хорошее имя, и чтобы люди были им довольны. Насыпал с горкой, называется. Так вот, Шлома Малах еще раз подчеркивает, что богатые и бедные встречаются, Бог делает и богатых, и бедных. Хорошее имя зависит от человека. Это делает человек себе. То есть, его медот, его качество характера, его отношение к людям, это его работа. Сколько ему будет денег? Есть люди очень умные, очень стараются, и ничего не получается у них. Есть люди не очень умные, не очень стараются, и им прет вообще с неба валит денег вообще немеренное количество. И это от бога. И бывает, что они меняются местами. Сегодня он был на самой вершине, завтра он может быть вообще непонятно где. Хорошее имя на евре не это как? Шемтов. А, Шемтов. Да. Баль Шемтов он был. Мы понимаем, это просто как репутация хорошая. Да, да. Все это буквально хорошее имя. Нет, ну это хорошая репутация. Значит, делает обоих бог, и очень здесь важно момент встречи богатой и бедной. То есть здесь есть интересная такая штука, я когда-то слышал о траве блайка. Он говорит, что вот самый важный момент, это момент, когда бедный приходит к богатому просить деньги. Вот они встречаются. И в этот момент как бы бог смотрит. И в этот момент он их может поменять в мозолю. То есть прямо по Хазидс Раблай, прямо может у них поменять мозоль. То есть богатые, он как бы бог его в этот момент как бы проверяет, ты понимаешь, кто тебе деньги дал или нет. Интересно, что очень много богатых. Даже я недавно читал про Рокфеллера, да. Рокфеллер очень много занимался благотворительностью. Макдональдс, вот этот вот Крок, Рэй Крок, я вот буквально прочел пару дней назад про него. он создал общество по лечению алкоголиков. И он вкладывал огромные деньги, чтобы алкоголики переставали быть алкоголики. Ну то есть он спасал, получается, семьи там, ну много. И вторую вещь он сделал, очень интересно, он построил вокруг детских больниц благотворительные гостиницы для родителей, чьи дети лежат в этих больницах, чтобы было где останавливаться. и не брал деньги по себестоимости. То есть он сделал несколько таких очень серьезных проектов. И так делали практически все, ну такие известные, богатые люди, Орен Баффетт, Билл Дейтс, ну и так далее, они все серьезно занимаются благотворительностью. Ну, он сейчас же до сих пор приходит там, ну, где есть ли какие-то артики, там, лечения онкобольных, там, и эти сети, если вы купите тот, это пойдет туда же, кто детский, кто выродит. Вот, и Бог проверяет, и точно так же он проверяет бедного, потому что бедный, он, если он понимает, что все от Бога, он говорит, с Божьей помощью, значит, сейчас вот Бог так меня проверяет, я буду служить ему в бедности, потом в богатстве, буду в богатстве. То есть он тоже должен понимать, что все от Бога. И главное в этом мире, это с помощью каждого, там, нюанса, выруливать все равно на дорогу, что прославлять Бога, просить Бога, понимать, что Бог управляет миром. И так Бог каждому дает свой маршрут, как приходит человек в аттракционах, в детских аттракционах, кто-то на американской горке катается, кто-то на колесе, пошел-пошел вверх, у него там все прет, потом бах, вниз-вниз пошел, и он думает, как же так, а за что? А так, когда вверх ехал, не спрашивал за что? А сейчас спрашивает за что? Так получается, так вот сейчас, у Бога такая вот сейчас серия. Дальше он дает совет в следующем, а, так, значит, практический вывод из второго пасука. Практический вывод такой, что если приходит кто-то что-то просить, нужно ему дать, пускай чуть-чуть, пускай дать, но как минимум доброе слово и улыбку, потому что в этот момент Бог смотрит и думает, может поменять местами, и если это знаешь, то дай 2 гривны, гривну, скажи, что все у тебя будет хорошо, там и так далее. Та мера, которую человек меряет, меряет ему с неба. Если ты других строго судишь, и так им всем надо, вот какие они эти, значит, ты в этот момент себе как бы программируешь, как тебя будут судить, если ты где-то, не дай Бог, оступишься. Человек, который говорит, так жалко, мне, например, очень жалко мирных жителей на востоке Украины, вообще жалко, они страдают, как реально жалко людей. И, то есть, чем ты меньше судишь других строго, тем более милосердно относятся к тебе на небе. Это вот такая вот, ну, такая закономерность, такая закономерность. Как же такие миры были созданы ДНР, МНР, которые созданы, ДНР? Я не знаю, я политику не лезу, но есть другой нюанс, кстати, интересный, который нас учит тоже, что тот, кто милосердный к злодеям, потом будет жестокий к праведникам. Что имеется в виду? То есть, если злодея не наказать, если он явный злодей, то потом этот злодей будет продолжать усиливать делать зло. О, так тут тогда возникает другой вопрос. Когда ты говоришь, что его надо наказать, ты его не наказываешь. Нет от этого пользы, от того, что я буду на них сейчас ругаться, например, а они там такие злодеи, я ничего им не сделаю. Но суд скажет, о, вот этот строгий, надо его строго рассматривать. Я же им не судья, я не могу ничего сказать, ну, я не участвую в этом конфликте. Но мои слова по отношению к ним на небе записываются как бы та призма, через которую на меня идет взгляд. Поэтому я предпочитаю не вмешиваться. Есть люди, всегда с той стороны злодеи и с той стороны. С той стороны есть люди суровые и с той стороны. И эти суровые люди, они между собой разберутся без моего участия. А мне ходить, а то женщины, надо там их растерзать, вырвать им сердце, и это самое. Вот ты же будущая мать. Как мы вообще вырвать им сердце? Понимаешь, это зачем? Хорошо. Значит, то есть быть добрее, быть добрее, особенно к людям несчастным, бедным, особенно когда ты с ними встречаешься, стараться проявлять максимум мягкосердечия, потому что они и так страдают, и ты не можешь им добавлять страдания своим жестоким отношениям. Третье, третье предложение, третий пасук, арум ра ра ве истар, венистар, упсаим обру вене нашу. Значит, арум это дословно хитрый, хитрый человек, он может быть не умный, он не может быть, то есть здесь умный, это тот, кто знает тору, кто знает законы. Хахам вообще, хахам это тот, кто знает аксиомы, как работает мир. Вот мы сейчас учимся, становимся хахамим, да, то есть когда знаешь эти все нюансы, тогда это становится хахамим. То есть Бог создал мир и через слом Амеллаха сообщил, через тору, через святые книги, сообщил, как вся система работает. Теперь тот, кто это узнал, он становится хахамим, знающим, но он еще не становится мудрец, и он не становится сообразительным даже. Сообразительность, это когда ты можешь это применять, это качество сообразительности. То есть ты берешь, у тебя есть какие-то знания, есть какие-то внешние штуки, ты можешь эти вещи связать, ты можешь их каким-то образом применить. Это называется сообразительность бина, на иврите бина. Понимаешь, вещь из вещи. Навон. Очень мало людей, которые называются навон. Когда, когда, ну, Шерабену искал помощников, ему Бог сказал, возьми себе навоним, хахамим, там, ну, перечислил качества, потом, кого он нашел, слова навон там не было, сообразительных не было. То есть, очень мало сообразительных людей. Теперь, третье качество, это называется даат. Даат, это когда ты сообразительный потренировался, потом у тебя уже есть практический опыт, когда тебе не надо думать. То есть, у тебя уже на автомате получается все правильно. Это такое мастерство. То есть, когда ты уже постиг суть вопроса, это называется даат. То есть, хахма это знание законов, сообразительность, когда ты понимаешь, как эти законы применять, и мудрость, Это когда ты уже их применил, набил шишек, и у тебя уже идет все на автомате. То есть тебе не надо думать, ты уже все постиг. Это мудрость. Арум – это аналог сообразительного, но без аксиом. То есть есть люди, которые не знают аксиом, ну вот этих вот знаний от Бога, но при этом они уже хитрые. Почему они хитрые? Потому что он уже много видел разных ситуаций, и он научился в них хорошо ориентироваться. И он называется Нестар, он остерегается. Слово Нестар, как остерегаться, ну похоже, он остерегается. У Псаим, а Псаим – это такие наивные дурачки. Авру, Вене, Нашу. Они делают преступления, идут в опасные места, они не слушают мудрых вещей. И периодически попадая в темный переулок, они попадают под раздачу. Потому что они не хотят задуматься, не хотят, не могут, может быть. Но, скорее всего, не хотят задуматься. Вот так вот он нам посоветовал. Значит, что мы отсюда можем сделать вывод, что ми-ха-ха, кто мудрец, говорит Тора, тот, кто видит будущее. Аре – это то, что родится. То есть надо стараться, все-таки хотя бы стараться заглянуть на шаг вперед, на два вперед, на глубь чуть-чуть. То есть нужно стараться все-таки пользоваться головой не только, чтобы в нее кушать, а еще и напрягать свой мозг, его развивать и вдумываться в вещи. То есть вдумываться, какие есть закономерности. Вот у меня, например, ну главный вопрос такой, мне все время хочется понять систему, как оно работает. Ну то есть не деталь, какую-то частность, вот это произошло, это произошло, и почему это произошло, как оно произошло, как оно, как сделать так, чтобы оно происходило, если это хорошо, постоянно, если это плохо, не происходило, ну и так далее. То есть нужно системно как бы вдумываться в вещи. Хорошо, теперь дальше он продолжает. Как же, как, теперь он дает такой совет. Он дает такой совет, значит, совет такой. Экиф, Анова, Ирата, Шем. Он говорит, следом за скромностью приходит страх, трепет перед Богом. Следом за скромностью приходит страх, трепет перед Богом. Ошер, Векавот, Вехаи. А следом за ними приходит богатство и почет, и жизнь. О, вот это вот практический совет сейчас, такой очень серьезный, надо в нем разобраться. Значит, что такое Анова, скромность? Он говорит, следом за скромностью приходит страх перед Богом. Значит, есть человек Анаф, это тот, кто убрал свой Анохиют. Есть у человека его личность, его эго, называют его личность, эго, то, что он знает о себе. Если он о себе очень высокого мнения, это называется эгоист. То есть, он своим эго этим, он еще и восхищается. Он думает, вот я крутой вообще, чувак, я эгоист. То есть, он эгоист, он собой восхищается. Теперь, значит, и самая высшая форма эгоизма, когда он говорит, как вот был фараон, к нему Машарабайна приходит, говорит, Бог сказал, отпустите в рейсный народ. Он говорит, кто такой Бог? Кто вообще такой Бог? Я Бог, он говорит, этот фараон. Когда человек, он думает, что это он вообще все создал, все сделал и так далее. То есть, это верхняя форма отрицания Бога. И это Гаава написано, что в мире вот этого Гаавтана, гордеца, Бог не находится. Он его вытеснил, Бога. Он говорит, все сделал я. Какой вообще Бог? Откуда? То есть, он вытеснил Бога из своего мира. А Нав, он наоборот. То есть, он, А Нав это очень большая ошибка, когда А Нав это, ой, я никто, я ничто, там, я вообще меня... Ну, то есть, это не А Нав. Это честно. Честный человек, знаешь? То есть, А Нав, скромный, это тот, кто знает все свои выдающиеся качества, да? Ну, он знает какие-то свои, там, выдающиеся сложности, даже выдающиеся качества. И при этом он понимает, что все от Бога. Что это все Бог ему дал возможность, что если бы не было на то желание и воля Бога, то не было бы ни одной секунды у него вообще, у него бы сразу бы зубы повыпадали, и там, и Партинсон бы начался. И он вообще бы шагом не ступил по этой земле. И мы видим такое каждый день, когда люди в любом возрасте могут сгореть за месяц, и вообще, как и не было, и никто даже вспоминать про них не будет. И вот, А Нав настоящий, это человек, который понимает, что все от Бога. И чем больше он понимает, тем меньше у него вот этого эгоизма. И самый скромный из людей был Машера Бену. Моисей, он был самый скромный из людей. Он говорил, меня вообще нету. То есть, вот есть Бог, Он все рулит, а меня нету. Он говорил. Давида Мэлах, царь Давид, он про себя говорил, Анитула влоиш. Он говорит, я червяк и не человек. Вообще, он говорит, кто я? Я червяк. Он вообще как бы себя не... Ну, он понимал, что все от Бога. Авраама виду, он про себя говорил, Мани, он говорил, кто я? Афар Ваэфер, я говорит, прах и пепел. То есть, это были все люди, которые были близки к Богу, которые свое эго убирали. И как только убирается это эго, в этот момент происходит слияние с Богом, соединение с Богом, открывается там божественная энергия, там все открывается. И вот как раз об этом Шлом Амеллах здесь и сказал. Четвертый стих притчи Мишлей говорит, следом за скромностью, за вот этой анавой, приходит Ираташе, приходит страх, трепет перед Богом. То есть, ты начинаешь с ним соединяешься, ты понимаешь, что вот он здесь, и ты с ним, перегородки падают. И в этот момент, следом за этим, приходит и богатство, и почет, и жизнь, потому что в тебя идет такая сила, написано, что цадик сказал, Бог сделал, сделай его волю как свою, чтобы он делал твою волю как его. Появляется огромная сила в молитве, в благословении, в решениях, в делах. То есть, ну, уже тогда это богатство, почет, в жизни это все уже прилагается к тому, что человек становится близкий к Богу, и тогда его уже поперло вообще во всех направлениях. Но ему это уже не надо. Он понимает, что он уже на службе у Бога, и он, в принципе, так как главное это прославлять Бога и соединяться с Богом, то он уже вступает в какую-то новую. Большинству не было нужно ни славы, ни деньги, ни жизни. Раби Атива, например, когда его крючьями разрывали в конце жизни, он говорит, а всю жизнь об этом мечтал, чтобы умереть, освещая имя Всевышнего. Конечно, запрещено это как бы специально идти на опасность. Но говорит, написано, будь готов за Бога умереть. То есть, это как проверка веры такой. А самому это сделать нельзя. Но если уже представится возможность, так это такая вот уже проверка. Он говорит, я всю жизнь об этом мечтал. Сейчас мне так повезло, что меня вот убивают. Я умираю, освещаю имя Всевышнего. Значит, сказал Шма-Исраэль, и на Эхад вышла его душа, а он счастливый сорвал джек-пот. Про богатство я вспоминаю известную историю, как один Йоси его звали, это было там 2000 лет назад, это еще времена Таноин. Он пришел к одному из там великих мудрецов того времени и говорит, говорят, что тот, кто учит Тору, это принесет ему деньги, богатство и почет, и жизнь. Я, говорит, хочу стать богатым, значит, вот я пришел учить Тору, стану я богатым. Он говорит, ну, станешь, раз написано станешь. В общем, сел Йоси этот, сидит, учится, месяц учится, два, год учится. Уже такой стал нормальный мудрец. Приходит, начинающий мудрец, мне еще не нормально. Приходит к своему учителю, говорит, ну-ка, дашь деньги. Он говорит, подожди, буду деньги. Значит, он еще год учится, уже становится, уже ему вопросы задают, уже он такой прям на уровне. Опять он приходит, говорит, Рэбе, где деньги? Когда уже? Он говорит, подожди, немного осталось, давай, продолжаю учиться, скоро буду. В общем, он опять сидит, изучает Тору, такой ведет правильный образ жизни, стал вообще уже мудрец такой. И тут, значит, к нему приходит, заходит в Бэтмедраж, где они учились, заходит какой-то человек, уже в таком возрасте, пожилой, и говорит, вы знаете, я всю жизнь работал, всю жизнь я стремился заработать деньги, я стал купец, жениться я не женился, а детей у меня нет, говорит, как-то так получилось, жизнь прошла. И говорит, тут у меня, ну, огромное богатство, я не знаю просто, что с ним делать. Вот я принес ведро золота тогда, ну, тогда деньги это было золото, там, драгоценные камни какие-то. Говорит, дайте мне какого-то мудреца, у которого я куплю половину его заслуг. Половину его заслуг, потому что он занимался более важным делом, он служил Богу всю жизнь, я занимался накопительством, а он занимался служением Богу. Хочу половину его заслуг. Он говорит, как раз есть, вот сидит прекрасный мудрец, Йоси, значит, давай, Йоси, ты ждал этого момента. В общем, они обрадовали, заключили сделку, что тот ему отдает это золото, и он стал, он вошел в историю, как мудрец его звали, Раби Йоси бен Пас. Пас это чистое золото, сын чистого золота. Потому что он пришел к Торе через золото, но служил не дальше, как было. Он взял это ведро золота, значит, ну, а он мудрец уже, сидит у ночи Тора, ну, что он будет с этим золотом делать? Он сидел, сидел, приходит к своему учителю, говорит, знаете, говорит, я все-таки понял, что, ну, вот то, что мое служение Богу, это важнее, чем золото, говорит, хочу обратно. Он говорит, ну, обратно уже нельзя сделать, но, говорит, сейчас ты можешь заработать больше заслуг, чем у тебя было, потому что написано, на трех вещах стоит мир. На Торе, на изучении Торы, на молитве, а вот да, служение в сердце, и на добрых делах. Он говорит, ты сейчас возьми все это золото, которое у тебя есть, и раздай бедным, сделай добрые дела. И получится тогда, что Тора у тебя есть, молиться ты тоже умеешь, а вот добрых дел у тебя было мало, то есть ты все время, пока ты учился, ты занимался только служением таким интеллектуальным, да, Богу. Поэтому он раздал все это золото бедным, сразу у него столько было добрых дел, заповедей, и стал он рабиоси бен пас, как бы совершенный во всех видах служения, и, значит, как мы здесь видим, что следом за скромностью приходит трепет перед Богом, приходит богатство, почет и жизнь. И чтобы всем нам все это пришло, следом за скромностью. Вот так вот. Надо работать над скромностью, значит, в ближайшую неделю. Как работать? Все, слава Богу. Все, что хорошее, слава Богу. Все, что не очень, значит, Бог чему-то хочет меня научить. То есть, именно скромность, что... Но скромность это именно, когда хорошее все от Бога. Когда плохое, это обычно кто-то виноват, хорошее это я, а тут надо чуть-чуть изменить, хорошее это Бог, плохое это я. Тогда будет больше пользы. Если что-то происходит плохое, значит, я же это сделал не так. Если что-то хорошее, значит, Бог мне дает. Все. Тогда плохое есть возможность исправить. А хорошего будет Бог давать больше. Все.